всем привет с вами комаров виталий недавно я прочел статью про закон 115 федеральный такой закон есть он короче предназначен для того чтобы практически бороться с коррупцией с незаконным оборотом денежных средств этот закон давно существует я вам хочу напомнить его последствия какие были то есть любые не учтенные денежные средства приводили к блокировкам банковских карт то есть на моем примере была например такая штука продали дом дом и бабулька со своей пенсионной карты решила перечислить своей дочке денежку 127 тысяч если не ошибаюсь только на это попыталась сделать как у нее эту карту пенсионную карту заблокировали на три месяца то есть денежки на могла снять это да но практически банковской карты на пользу больше не смогу отлично бомжом стал и заметьте деньги можно было снять только в том отделении кассу где карта была выдано так вот все бы это вроде как утихло все это нормализовалась уже многие об этих вещах стали забывать ну и правительство наше наверно посчитал чете у нас народ скучно живет и вот с 10 января что ли эти законы не вступить в силу новый вернее дополнение к этим законам я не был уж там говорит что с телефона там более 100 тысяч перечислять попадаешь там под контролем это ладно все это понятно продажи имущества более трех миллионов тоже контролируется давно ладно это мы как-то понять можно но если вы например пишет перечисляйте 600 тысяч да вы уже тоже падаете падете сами контроль то есть вы должны доказать что вы бедны так получается и мало того что ладно там разовая сделка которую вы можете подтвердить там или дом продали да можете потрясти документами а этот закон еще позволяет все это растянуть то есть перечисляете вы 6 раз по 100 с небольшим тысяч у вас получается более 600 тысяч перед оказываем что ты бедный я честно сказать так вот и называю вот этот закон докажи что ты бедный и все почему ребят ну во первых представьте себе такую ерунду там предприниматель хороший предприниматель скажем так или какая-то юридическое лицо то бишь фирма берет и перечисляет крупную сумму денег банках и раз так и ловит был докажи я представляю что с этой структурой будет который перекроет этой организации в денежные средства в сущности в любой фильме любом предпринимателю у него каждая копейка на счету когда она прописана в бумаге и он прям вот фу отчитается за все это а представляете вы например да то есть вы не только можете вот перечислить попадаете под это если вы кому-то перечисляете или вы куда-то вкладываете но и вам тоже самое если вы получаете такие денежные средства вы тоже попадаете под эту всякую хрень то бишь вы например получается так по закону лет 10 вы копили свой сраный миллион до обрадовались бежим в кассу получить эти денежки и говорят а докажи что ты все это заработал законным путем ну ладно вот так вот здоровые мужики здоровые люди еще молодые которые да у них глаза по 5 копеек и сиди думай где тебе все эти бумажки собирать ладно а если пенсионер лет семь стиму да он всю жизнь копил 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 да и приходит подходит кассе говорит дадим миллиона ему говорят а ты докажи дым его кондрат может долбануть да я представляю отчетность потом до насчет этого умеем предотвратили коррупционную деятельность или незаконное перечисление денежных средств коррупционер не выдержал этого и скончался возле касс нормально ладно все это хорошо но между прочим еще даже если вы перечисляете через почту до переводами как многие делают тоже не радуйтесь особо там сто тысяч и под контроль и не разово а то же сам кусками перечислить год вы перечисляете по десяти тысяч кому туда 100 тысяч набрали откуда тебе такие деньга докажи это мало того что вы должны перечислить а это все можно и онлайн сделать да но вряд ли там кто-то чтобы контролировать интересно тот который будет получать он тоже должен получать отчитаться откуда это им бабло пришло представляете вы едете где-то на машине да у вас ну там долг какой-то с одного и 400 тысяч другого там 250 до превышает 600 600 тысяч да вы едете там где-то на машине вам нужно заправить и вам тут раз и перечисляет эти деньги вы заходите богатым таким человеком на заправку заправиться оказывается вы помж как заблокирована как вы думаете может быть сейчас такой или нет не про такие случаи вот несколько лет назад рассказывали человек перечислить какую-то там сумму милочевую а если он заправиться не мог он пожрать не мог он без денег вот так вот такой был ладно это направлен там как они говорят незаконное отмывание денежных средств нам согласно что такое незаконно отмывание денежных средств грубо говоря если брать покрупнее это откаты согласно со мной отката не бывает уху какие вот вы мне скажите это человек который ворочает большими откатами то есть не по одному воду 2 миллиона десятки миллионов например да он вы чё вот дебил что льда как-то все это не прикрыться ничего я вообще сомневаюсь что у него могут быть какие-то проблемы с таким откатом он их без всякий без всяких проблем куда надо как надо так и получит у него есть и на дедушках бабушках внучатых племянниках и просто знакомых у такого человека есть заводы пароходы все это работает все это легально чем ему откаты не пихать туда-сюда а вот мы простые люди раз вот так и отчитайте даже вот я конечно понимаю да незаконный оборот денежных средств вообще-то вот сначала как-то стране надо наладить так чтобы можно было зарабатывать законно у нас это до сих пор еще как-то это воздухе все это висит зарабатываешь ты каких-то там 20 тысяч нелегально копишь копишь эти деньги а тут на тебе и докажи что ты за верблют такой но это ладно это незаконно тут попадают и как говорится и пенсионеры могут попасть под это дело и простые работяги до ребенка вы перечисляете скажем ребенок вашу учится где-то там в институте далеко в городе в далеком городе или там как и вы ему стабильно перечисляете тысяч по двадцатому в месяц да но есть у вас такие деньги через пять месяцев вам нужно быть доказать что вы не коррупционер что в него мало того если вы пропустите да это все то с той стороны ваш ребенок должен быть доказать что он не верблюд он будет доказать должен быть доказать что он бедный человек как вы считаете что чего будет я этого не понимаю это не к этот закон ну вот на мой взгляд вообще не касается ни предпринимателей не фирмачей не юридических лиц там каких никого да он даже жуликов то мало касается мошенников которые занимаются обором в буквальном смысле населения он их не касается потому что не так или иначе это все делают незаконно все это не делают через левые карты через левые все они просто-напросто могут все это распределить по всем картам и все так же они выведут деньги любыми путями но они их получат страдаем получается мы вы вы этому мошеннику перечислить и деньги да и важно заблокирует и важно обвинят что вы подпольки миллионер и будете доказывать что я нищие я у меня таких денег нету я что последние средства перевел вот это все будете доказывать как-то наше правительство такое вот действительно у нас еще ждет я еще вот обратил внимание такой да у нас основные такие законы да они выходят первого апреля почему-то я не знаю но какой год я обращаю внимание первого апреля один дурака у нас вот уже вошло в моду такой да у нас зарплата растет беспретендентно да у нас люди зажрались беспретендентно и вот они нам решили помочь беспрепетит вот и етить ее мать но 1 апреля вот вот почему-то я всегда 1 апреля жду какую-нибудь выкидыш вот по законам и что нам остается вот вообще по сути говоря вот простым людям да нам остается вводить свой самый надежный банк он должен где-то выглядит вот так вот вот этот самый надежный банка россии которая с каждым годом становится самой надежной банкой россии чем дальше мы больше мы живем тем она чем надежнее надежнее вы сюда покидали да как можно охарактеризовать вот эту хрень да и и вот все что ты сюда положишь до инфляция покусает проценты не начисляется но содержимое хотя бы останется вот эту вообще мне идея да ребят свой номер номер своей карты укажу в писать не может вы чё-нибудь сюда кинете такой интересненькой все-таки как интересно посмотреть чё-то мне бы коррупционерами побыть и там они откаты которые тут на мне сразу говорю просто так вы коррупционерам платить просто так чем мне просто так не платить до новых встреч жду ваших комментариев под этим видео до свидания подписывайтесь на канал